За 25 дней до Великой Победы лабутнанские старшеклассники пошли на Берлин. Так называется всероссийский исторический квест, который накануне прошел в Центре детского творчества. Ребятам предстояло доказать, что никто не забыт и ничто не забыто. Вопросы о том, кем и когда был подписан акт капитуляции фашистской Германии, как долго длилось сражение за Берлин и сколько в этой битве погибло наших солдат, заставляют не просто еще раз вспомнить историю, но задуматься о величии подвига советских воинов. Максим Швец продолжит. Небольшой инструктаж и школьная команда отправляется по маршруту. Квест включает в себя шесть этапов и на каждом ребят ожидают непростые вопросы. Детские потери СССР во Второй мировой войне составили 20, 40, 17 или 27 миллионов человек? 27. Основные вопросы все же касаются сражения за Берлин, ведь 16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. В связи с этим во всех городах страны проходят исторические квесты. Ребята действительно в курсе исторических событий и лишний раз это вспомнить, напомнить, для них действительно очень важно. Команду из школ номер три сопровождал учитель истории Александр Панский. Он считает, что проведение подобных игр просто необходимо. Конечно, это очень интересное такое мероприятие, полезное мероприятие, потому что школьная программа, ну, конечно, включает такие темы, которые касаются Великой Отечественной войны, но мы не всегда имеем возможность их изучить подробно. В этом году количество команд увеличилось. Желание проверить свои знания изъявили учащиеся Лабутнанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа. В первый раз вообще мы здесь. Так, не знаю. Ну, интересно? Да. И вот все участники вновь в сборе. Организаторы оглашают результаты и вручают дипломы в соответствии с набранными баллами. По итогам шести этапов третье место у школы номер один. Второе место разделили учащиеся сразу двух школ, восьмой и третий. Особые аплодисменты победителям исторического квеста под названием «На Берлин». А лучше всех историю берлинской наступательной операции у нас знают учащиеся средние общеобразовательные школы номер пять. Давайте. Максим Швец, Максим Мячин. Программа «Время местное». Программа «Время местное» и 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 «